Весь из полей, опять везде стреляют, но мне нужно вам донести важную информацию, поэтому буду говорить напрямую через стрельбу. Итак, все прекрасно знают, что давным-давно расширители в нашем спорте начали использоваться, и без них практически никуда. Вот стандартная горловина или приемник магазина, как ее называют, но на скорости можно немножко промахнуться, боком зацепиться, и магазин не вставится, упражнения можно свить. Концерт Калахикова в свое время, видите, какое ружье интересное, ДТК уникальный, это, кстати, новое поколение дульника, и шучу, конечно. В общем, они сделали расширенную горловину, расширенный приемник, но он, на мой взгляд, недостаточно расширен. Мы решили сделать сами некоторые вещи для тюнинга, но их отличия, они функциональные и они дешевые, потому что, честно говоря, заниматься практической стрельбой дело достаточно затратное. Поэтому обычно расширители 2-3 тысячи стоят, мы сделали, и он стоит всего 1 тысячу рублей. Распечатан на 3D-принтере. Материал подобран таким образом, что он выдерживает очень серьезные нагрузки. Мы ездили автомобилем по нему сверху, и этот расширитель не трескался, не ломался. Мы ставили его на ружье, и он продолжал работать. Также проверяли устойчивость полимера к низким температурам, поэтому замораживали и расстреливали. Тестовые расширители живы и используются до сих пор. Посмотрите и сравните его с расширителем, да? Видите, какая разница? Он на 60% шире, причем самое интересное, он ставится прямо поверх этого расширителя. Вот тут поподробнее. На САГЕ 340 стоит уже расширенная шахта приемника, но, на мой взгляд, она слишком узкая для спортивных целей. И все, кто перешел на наш расширитель, говорят, что перезарядка теперь настоящая халява. Прощает любые ошибки. А это как раз то, что надо для скоростной стрельбы из ружья. Но нам надо было сделать установку простой. Если менять шахту целиком, то это настоящий геморрой из замудренной пружины-защелки. Теперь же можно за минуту без всяких проблем самостоятельно поставить расширитель поверх стандартной шахты САГЕ 340. Не надо даже ничего засверливать. Или ставить на локтайт. Таким образом, все, у кого уже есть САГЕ 340, смогут легко прокачать свое ружье и без всякого преувеличения получить плюс 20 к перезарядке. Наверное, вам потребуется сколько? Минута, да, чтобы раскрутить один винтик и поставить этот расширитель. Он ставится очень просто на коленке. Вот коленка, вот ружье. Значит, подводите снизу, защелкиваете его с боков и винтом скрепляете. Все, вот и вся установка. Мы сделали вот таким образом, чтобы здесь не было никакой ступеньки и вы могли буквально сразу начать им пользоваться. Обычный расширитель уже после года полутора, если вы холостите и не ленитесь, он вырабатывается, потому что металлическая часть, которая есть на магазинах, бьется сюда и отколупывает по чуть-чуть. Через определенное время, кто больше холостит, то того быстрее, она вырабатывается и у нее получаются неровные края. Когда вы промахиваетесь, то еще и царапаете свои руки. У нас такой ситуации не должно произойти, поскольку она более широкая. Если вы посмотрите на мои руки, вот левая рука, на ней везде шрамики. Вот это моя работа со штатной горловиной. Этот расширитель, прежде чем делать, тестировали не только на прочность, но на функциональность. Вот Алексей с ней столько, несколько месяцев, да? Два месяца отстреляли с расширителем. С расширителем гораздо удобнее заряжаться из третьего положения. Ну и вообще перезарядка стала гораздо удобнее. Расширитель практически не имеет выработки. Он прочный, хороший, удобный. Я видел, что ты подтачивал что-то. Зачем ты это делал? Ну, штатная горловина уже имела выработку, как на предыдущем ружье. Я просто эту выработку свел напильником с расширителем. В принципе, она сконструирована так, что не требует специального допила. Но вот ты прям сделал совсем гладенькое, я смотрю. Ну, в принципе, почему нет? И если посмотрите внимательно, у нее в меньшей степени выявляются царапины, чем на штатной горловине. Ну, теперь она на себя принимает основной удар. Соответственно, штатная горловина теперь не страдает. Ну и Леша нам сейчас покажет пару раз, как она работает. Внимание! Как видите, ребята, работает она хорошо. У нас есть некоторые другие интересные штуки, но они пока у нас тестируются. Первое, что мы выпустили, это шахта. Линейку этих товаров мы решили назвать словом «практикал». Ну, потому что практично. Собственно, он простой, дешевый и функциональный. Поэтому я рекомендую, кто хочет, пишите мне в личное сообщение, либо на страничку, которая здесь под видео будет отмечена, и можете заказать себе такой же. Но никакой тюнинг не заменит упорных тренировок. Если вы хотите присоединиться к нашим тренировкам, пишите на почту, указанную в описании. Нажмите на правое видео и узнаете больше о тренировках. А если нажмете на видео слева, то узнаете о том, как быстро перезаряжать ружье. Если вы хотите присоединяться, то вы можете поставить положение корпуса. Теперь ноги начнут двигаться, а положение корпуса останется тоже. И дальше вы будете перемещаться. Это сохранит все то, что вы натренировали.